Адам Барахуев, по-турецки Адам Береке, главный тренер сборной Турции по вольной борьбе. Первым делом, что за команду привезли и какая задача? Команда у нас молодая, молодежный состав, есть взрослый, есть Якуб Герр, 74 кг, призер чемпионата мира взрослого 2014 года. Задача – хорошо отбороться. Ребята соскучились по ковру с этой пандемией, и мы с удовольствием приняли приглашение на Кубок Гран-при Москва. И ребята соскучились, как я уже сказал, мы хотим здесь хорошо себя показать, что перед чемпионатом мира это у нас будет первый стад, к сожалению, и последний. И от польского турнира, у нас один состав поехал в Польшу, и от этого нашего турнира мы будем уже отбирать на чемпионат мира состав. Ну, сильнейшие поехали на Циолковского в Польшу. Кто там в Польше на сегодняшний день? В Польше поехали наши ребята, это первые номера. Они должны там показать хороший результат для того, чтобы попасть в основную команду. Сегодня там участвуют 12 команд из разных стран мира. Здесь у нас 7 команд. Мы будем смотреть по их результатам. Лучший результат будет уже выявлен и объявлена команда. Кто в Польше лидером команды «Агюль» борется, например? «Агюль» на сегодняшний день восстанавливается. Скорее всего, мы его не будем выставлять на чемпионат мира. Его задача и задача нашей команды – это Олимпийские игры в Токио. Сегодня там борется наш Сулейман Атлы, это последний наш серебряный призер чемпионата мира. Сонер Демирташ – призер Олимпийских игр. Ну и основные все первые номера. На кого здесь обратить внимание, из турецкой команды? Вот на взгляд тренера все-таки наиболее интересен будет. Ну, 74 километра – это, в первую очередь, Якуб Кер. Опытный борец, призер чемпионата мира и Европы. И молодые ребята. Это сегодня 97 километра борются у меня. Победитель первенства Европы до 23 лет – Ибрагим Чевчи. Я думаю, это маленькая звездочка на сегодняшний день. Ну, должен показать себя на Олимпийских играх. Чем он интересен, Ибрагим? Ну, в первую очередь, молодой спортсмен, победитель уже первенства Европы. И у него очень интересная борьба. Могу сказать, что чуть-чуть похоже на борьбу нашего тяжеловеса Таха Акуль, который был уже олимпиадским чемпионом. Они вместе тренируются из одного клуба. Я думаю, что он себя здесь покажет. Продолжение следует...